АЛГЕМБА Глава первая. Ленинская. Именно сюда, в междуречии Урала и Эмбы, лежит маршрут нашего нового путешествия с Атласом Ленина, Железной дороги России. В правом нижнем углу карты номер 13 рукой Владимира Ильича поставлены два кружочка. Против них надписи, тоже сделанные ленинской рукой. Гурьев, Гребенщикова. Уездный городок и маленький казачий хутор на казахском берегу Урала. Чем же привлекли они внимание Владимира Ильича? 1919 год. Нефтяная промышленность декретом Совнаркома национализирована, но недоступна. Советская республика оказалась отрезанной от основных районов добычи. Баку и Грозного. В молодом государстве топливный кризис. В 1918 году, как известно, была свернута бакинская коммуна, то есть большевики потеряли контроль над Баку. И Баку оказался под контролем сначала турок, а потом независимого, суверенного Азербайджана. И Ленин не знал, удастся ему вернуть Баку или нет. Срочно нужно было искать какую-то нефть на своей территории. Ленин обратил особое внимание гурьевской нефти. Он говорил, что у нас есть гурьевские нефти, их надо добывать и перевозить. Белые отступают. Единственное спасение – гурьевские запасы под угрозой уничтожения. Частично промыслы контролируются войсками Алашарды. Они пока в составе белогвардейской армии. Но обстановка быстро меняется. Они сделали все, чтобы остановить казаков, чтобы не уничтожить эти промыслы, эти все возможности сразу передать под управление Красной Армией, и использовать нефть, потому что понимали, что это стратегический вопрос, и что это очень важно для успеха над белыми, для быстрого освобождения территории. Тогда уже пошли на союз с Красной Армией. Бои вела 4-я армия Туркестанского фронта под командованием Михаила Фрунзе, в составе которой находились и солдаты Чапаевской дивизии. Самого начдива уже не было в жилах. Однажды гурьев обронялся, и, естественно, в бою потери были с двух сторон. Уральский фронт ликвидирован. Сегодня на рассвете кавалерия 4-й армии, пройдя за три дня 150 верст, захватила последнюю вражескую базу – гурьев. Промыслы уцелели, но 60-верстный нефтепровод, по которому черное золото доставлялось на Каспий, уже не функционировал. Ленин подписал, езжай, строй скорее. Страна задыхается, танки или самолеты в машине стоят. Нефть шла только отсюда, видимо, с досора. Передайте местному населению, что буквально перережем всех, если сожгут нефтепромыслы. И, соответственно, даруем жизнь всем, если оставят нефтепромыслы и запасы нефти в целости и сохранности. Вывоз гурьевской нефти – первоочередная задача. В конце декабря 2019 года, за неделю до победы, уже разрабатывается и утверждается проект строительства железной дороги. Встроили с двух сторон. Встретиться должны были в казахстанском селе Гребенщикова. Параллельно решили проложить и нефтепровод немыслимой мощности – 90 миллионов пудов в год. Это в шесть раз больше максимальной добычи на Эмби. Зачем – непонятно. Для перевозки топлива вполне хватило бы и железной дороги. Но Ленин распорядился лично, проект запустили, назвали «Алгемба». Имеется в виду местность под названием Александровгай. Это в 300 километрах от города Самары и, собственно, Эмбы. Отсюда вот «Алгемба». Почти 600 километров от Эмбинских промыслов к железной дороге, от казахских степей к Волге. Они сменили винтовки на лопаты. 5 января Гурев взяли, а уже 17-го в Кремле принято решение. 4-я армия Фрунзе, в том числе и знаменитая Чапаевская дивизия, брошена на строительство. Одна из самых успешных и боеспособных армий. В разгар гражданской войны становится трудовой. Большую часть превратили в трудовую армию. То есть надо было срочно строить железную дорогу, надо было срочно Москве и Центр России давать нефть. Принимая во внимание трудности с транспортом, доставкой большого количества строительного материала, затруднительностью размещения необходимого количества рабочих команд в условиях безводных степей и отсутствия топлива, считаю долгом доложить, что осуществление постройки встретит большие препятствия. Но Ленин рекомендовал Фрунзе, цитирую, «развить революционную энергию для максимального ускорения постройки дороги и вывоза нефти». Глава вторая. Финансово-безотчетная. Строительство нефтепровода в Прикаспии было признано работой чрезвычайного государственного значения. Настолько чрезвычайного, что подчинялось только своему руководству, которое в свою очередь получило право не отчитываться за потраченные средства ни перед кем, включая рабоче-крестьянскую инспекцию. Из директивы Ленина предлагаю не стеснять формальностями в отпуске денег. Для начала на строительство без формальностей выделили миллиард рублей. Там до смешного дела доходило. Не надо было делать сметы, не нужно было делать отчеты по этим финансам. В те годы здесь какого-то такого мощного банка, кому-то доверить, допустим, финансы, просто было некому. Все под честное слово главком госсоора, главного комитета по госсооружениям и лично товарища Ломоносова. Из характеристики представлены Зержинскому. У него тоже были вопросы по этому делу. В старое время это был в полном смысле слова начальник. При проезде любил пышные встречи, отличался самодурством. О нем говорят, что он спал со звездой, подразумевая под словом «звезда» какой-то орден. Карьерист. Любит всегда жить шикарно и выпить. Ломоносова называют идейным вдохновителем и организатором проекта «Алкемба». Но ни в Александровом Гае, ни на Оэмбе его ни разу не видели. Почему именно этот человек занимался финансами? И какие отношения связывали его с Лениным? Есть версия, что вождь пролетариата уводил деньги на Запад с помощью Ломоносова. Возвращал кредиты, выданные под революцию. Мы не знаем деталей того, на что рассчитывал Ленин, когда его привлекал к этому проекту. Для власти они были нужны. Нужны были их способности. Пусть даже это были люди с не всегда чистым прошлым. Платежи поступали исправно. Деньги шли потоком. Куда – непонятно. Наглядный пример. Летом 20-го года эмбинскую нефть пришлось выливать в песок. Ёмкости не было. Струйматериалов нет. Железнодорожную насыпь чуть ли не вручную строят. Не хватало и труб. Под проект собрали всё, что было. Разного диаметра. И даже разобрали действующие нефтепроводы. Зачем? Но приказы вождей не обсуждались. Также Ильич предложил использовать деревянные трубы. И это для перегонки нефти. Но дерева тоже не было. Кругом была голая степь. Вы знаете, у нас нет ни лесов, ни строительного материала. Таких вот строительных именно. Просто зарослит есть, конечно. И они начали строить там железную дорогу и переправу. Но в то время были сильные морозы. Не было жилья. Не было медикаментов. Тоже идея товарища Ленина. Ещё до освобождения Гурьева 27 декабря 2019 года повестка дня заседания Совета народных комиссаров. Один из пунктов. Вывоз гужом Эмбинской нефти. Нефть пробовали вывозить на верблюдах. Причём зимой. Приказывают ввести трудовую и гужевую повинность местного населения с частичной оплатой продуктами. Невзирая на протесты населения, забрали животных и бурдюки под нефть. От Эмбы до Астрахани караван не дошёл. В мае 2020 года Ленин читает телеграмму о невозможности организовать гужевой вывоз Эмбинской нефти. С железной дорогой тоже получилось непросто. Сначала её проектную стоимость значительно занизили. Непонятно для чего. После настойчивых вопросов рабочей крестьянской инспекции было сказано, что рельсы забыли посчитать. Их, кстати, тоже не хватало. Те, что проложили, пришлось охранять. Местные жители по домам растаскивали. Жертвовались напрасно ресурсы человеческие, да, и финансовые, в том числе материальные, которые в конечном счёте не дали никакого результата, кроме как, может быть, для собственной власти. На стройке начались эпидемии. В 20-м ТИФ, в 21-м Холера. По несколько сотен человек в день умирало. Голод, скудные продовольственные пайки, особенно на казахстанском участке. Люди вынуждены добывать пропитание самостоятельно, но самовольная отлучка с работы каралась как дезертирство по законам революции. Дорога в ужасном состоянии. На топливо разбираются постройки, вагоны и прочее. Кроме войсковых частей работать некому. А части разуты и раздеты. Ленин не ответил. Деньги продолжали поступать. Обеспечение не улучшилось. Стройку не свернули. Хотя острая надобность в ней отпала. Уже через три месяца после начала строительства был освобожден Баку. Глава третья. Конечная. Алгепу свернули так же, как и начали. Без особых объяснений. В течение 20-го года идет интенсивная переписка. Ленин, Фрунзер, Реввоенсовет, Косгомсуор. Встреча с Ломоносовым ускорит строительство. Не задерживать отпуск средств. Затем интенсивность снижается. Апрель 21-го года. Подыщите для обследования алгембы инженера. Не только надежного, но и практика. Чтобы хорошо взвесить главное. Прекратить стройку не сразу, а к осени. Перевести с ударной в ординарную. Кончать стройку, но рельсов не класть. Архистранный парадокс. Истинно ленинский. Стройку кончать, но рельсов не класть. Интересно, что к тому времени товарищ Дзержинский уже активно интересовался передвижением миллионов и наверняка в знании преуспел. Правда, неясно с какой целью. С 21-го года он по совместительству был наркомом путей сообщения. И по некоторым данным и сам был не прочь немного заработать. Ну а проект тихо сошел на нет. В октябре 21-го строительство было прекращено. Были насыпи, уже сделаны рельсы были, которые постепенно потом рельсы растащили. На перекладину шпалы сожгли. Казахстанская степь. Сколько здесь братских могил строителей и где они, неизвестно. По разным данным проект стоил жизни 35 тысячам человек. За какие-то полтора года. Только Чапаевская дивизия поредела на две трети. Когда Михаил Васильевич Фрунзе приехал сюда, чтобы забрать Чапаевскую дивизию на Польский фронт, то он потом сообщил Ленину, что здесь Чапаев нет уже. То есть они фактически замерзли при строительстве этой дороги. Его называли современным Бонапартом, и он слишком много знал. Есть версия, что проект помог нейтрализовать Фрунзе. Он лишился своего главного преимущества – армии. По всей видимости, какие-то задачи стройка века выполнила. Экономически неумный вроде проект некоторые исследователи называют первой схемой увода денег из бюджета в промышленных масштабах. Это дает, да, наводить тень на деятельность Ленина, как человека, который был далеко не простым человеком. То есть он тоже преследовал задачи обогащения. Только за 20-й год под проект было выделено 1 миллиард рублей. Общая сумма потраченных денег неизвестна. Золото партии уходило разными дорогами и в разном виде. Я не знаю, как ее называть черным или белым, но золото партии – это однозначно. Потому что тема – это тоже закрытая. Она до сих пор не исследованная тема. Так все-таки, что это было? Масштабная афера, обычное разгильдяйство, политические интриги, все вместе или вообще что-то другое? Похоже, точного ответа на этот вопрос не будет никогда. Такова история, связанная еще с двумя пометками в атласе Ленина. История еще одной замечательной победы молодой республики. Победы в борьбе против интервенции и контрреволюции и в мирном хозяйственном строительстве. Редактор субтитров А.Семкин